молитва прошения раскрытие тайной ходатайственной молитвы богу мир вам сестры братья приветствую вас на блоге виктора буслова познания у каждого из нас были есть начальники и мы всегда готовы прийти к нему с просьбой вспомним сейчас как мы себя чувствую при этом разговоре всегда присутствует внутренние неудобства и это нормально мы как верующие должны помнить и не быть фамильярными но иисус христос бога нам открыл как отца небесного и как нам прийти к богу отцу молитве посмотрим на примере господа иисуса христа наша молитва прошения к отцу как господь приходил как к отцу он открыл свои личные желания переживания если не может мне чаша сия миновать меня чтобы мне не пить ее да будет воля твоя воля божья друзья господь открывал свои желания перед отцом он не был без желанным смотрите друзья господь не боялся сказать отцу что он не хочет в наше современное время бытует мнение что богу нужно приходить только с утвердительными решениями может мы стали супер духовными не знаю но я смотрю на господа и мы будем смотреть и учиться у него свои желания и переживания будем приносить все нашему отцу богу который на небе как верующие мы должны помнить что не должны быть фамильярными но иисус христос открыл нам бога как нашего небесного отца в этом видео мы узнаем как прийти к богу отцу в молитве следующая следуя примеру иисуса христа исследуйте красоту молитву и углубление наших взаимоотношений с нашим небесным отцом подпишитесь чтобы получить больше контента о молитве и духовном росте молитва прошения открывая силу молитвы в поисках бога отца когда господь открыл свое желание перед богом отцом он закончил молитву да будет воля твоя да друзья мы должны в смирении принять то что нам бог дает конечно и есть и негативный опыт таких молитв когда человек добивался своей воли и бог допускал откроем книгу царств 8 главу стихи 4 по 10 и собрали все старейшины израиля и пришли к самуилу в раму и сказал ему вот ты состарился а сыновья твои не хотят не ходят путями твоими и так поставь над нами царя чтобы он судил нас как у прочих народов и не понравилось слово сие самуилу когда они сказали дай нам царя чтобы он судил нас и молил и молился самуил господу и сказал господь самуилу послушай голоса народа во всем что они говорят тебе ибо не тебя они отвергли но отвергли меня чтоб я не царствовал над ними как они поступали с того дня когда я выбил их из египта и до сегодня оставляли меня и служили иным богам так поступают они с тобою и так послушайся голоса их только представь им и объяви им права царя который будет царствовать над ними и пересказал самуил все слова господа народу просящему у него царя это первая книга царств 8 глава стихи 4 по 10 тут старейшины тоже через пророка хотели получить получить свою волю что и чтобы она исполнилась бог допустил результат мы знаем так что иногда если на бог что-то не делает может у нас бережет а вы получали когда-нибудь отказ молитве от бога если да поставьте лайк под видео кстати я лично получал и благодарен господу вернемся к молитве иисуса христа когда он закончил молитву да будет воля твоя да господь рассказал свои желания переживания но в конце добавил чтобы исполнилась все-таки воля отца теперь очень внимательно вместо этого видео сколько раз просить друзья сколько раз возносить молитвы прошение бог слышит каждую нашу молитву давайте посмотрим на молитву апостола павла господу за которую он говорил во втором послании коринфянам 12 глава стихи 7 по 10 и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня чтобы я не превозносился трижды я молил господа о том чтобы он удалил его от меня но господь сказал мне довольно для тебя моей благодати ибо сила моя совершается в немощи и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами чтобы обитала во мне сила христова посему я благодушествую в немощах обидах нуждах в гонениях в притеснениях за христа ибо когда я немощен тогда силен это второе послание коринфянам 12 глава стихи 7 по 10 стих 8 павел сказал трижды он трижды молился господу для него и это много в современном переводе звучит так я три раза умолял господа избавить меня от этого мы не будем говорить о жале в плоти нас интересует молитва для павла и было это даже три раза просить у бога сколько раз просить у бога давайте посмотрим на павла просить господь гепсимании просил один раз павел просил максимум три раза когда мы просим наш нас наш бог слышит с первого раза вместе с тем я вполне понимаю когда говорят что невозможно быть молитвенной комнате и просить час я прекрасно понимаю так сколько раз просить у бога смотрите сами это ваши личные взаимоотношения с богом но если после первой молитвы бог не дал то спросите у него почему не дал здесь важен вопрос почему почему господь посмотрим на этот отрывок про молитву павла о чем он просил удалить жало плоти ангела сатаны ответ удалил бог жало ангела сатаны нет но ответ от бога был он лично ответил словами стих 9 но господь сказал мне довольно для тебя мой благодати моей ибо сила моя совершается в немощи в ответ на просьбу апостола павла бог не сделал каких-либо действий он просто ответил словом своим так и нам если мы не получаем что-либо то нужно всегда слушать что бог говорит именно нужно именно прийти к богу и спросить почему господь бог не замедлит с ответом почему у нас в нашем регионе трудно с понятием получить ответ от бога получить ответ например машину в подарок и получить ответ откровение духа святого на вопрос это одно и то же выражение слова тут в нашем разуме препятствия а с вашего разрешения сейчас я заканчиваю как бы там ни было сегодня мы путешествовали во времени смотрели что говорит слово божье о молитве прошения более того мы еще много будем говорить на темы молитвы прошения небесного отца господа подписывайтесь будем вместе путешествовать по страницам слова божьего в современном мире когда вы ставите лайк мне нравится или делитесь рассказать друзьям в результате вы помогаете служению спасения и распространению божьего слова если вам понравилась запись или вы получили слово откровение от духа святого конечно поставьте лайк подписывайтесь делитесь и передавайте привет братьям и сестрам аминь